запишу общее пояснительное видео по поводу проекта чтобы вопросов не возникало дальнейшем внимательно отнеситесь к просмотру ну и его можно многократно делать так фасадная часть все окна в пол высота их метр сорок высота проемов сами окна чуть меньше на 5 сантиметров сверху потому что под утеплитель ну вот в чистоте будет данный ок вот это обозначение это поворотно-откидные без обозначения это глухие обращу внимание открывная просто открывная эта дверь глухая поворотно-откидная это окно в спальню детскую так называемую вторую спальню входная дверь окно дверь с гостиной так как под свесом сделать веранду нельзя слишком низко будет козырек да и в принципе невыполнимо конструктивно веранду возможно если будет возможность построить на столбиках под опоры и подлаги в на отдельном на отдельном просто на отдельных столбиках доски расстелив по полага по брусьям навес формируется следующим образом доска прикручивается к стенке анкериц и на столбике здесь стекло или у поликарбонат плотный монолитный так называемый лучше просто стекло в дальнейшем я скажу есть понадобится веранду формировать это окно на к сдвижное то есть вот каким образом так кликнув в какой точке ты чтобы его сдвинуть показать в общем она сдвигается по стрелочке вот эта часть открывается в эту сторону за счет этого получается огромная площадь пространство это практически 3 метра ширина проема сделан для того чтобы в этой части веранду расположить ну и общее сделать подиум надо учить так посмотрим сначала в 3d пробежимся чё к чему сейчас угол сделаю побольше чтобы пространство считывалось так это у нас кухня 4 метровая столешница здесь в принципе тандема выдвижные ящики большие под сушильную ну под сушилку и так далее здесь сушильная машина здесь тандема это такая это огромные вдвижные ящики имею ввиду здесь холодильник и духовой шкаф на уровне но на уровне пояс стол метр восемьдесят на 6 посадок на 8 посадочных мест еще с торца можно посадку сделать доступ как видно изо всех сторон отличный здесь тоже все да здесь тоже доступ отличный через вот эту дверь которая открывается также уместился камин не просто каминная топка точнее не топка камин отдельно стоящий 50000 сейчас стоит подобный российский вариант очень прикольный со всех сторон будет видно и не будет жарить ну он не сильно у него теплоотдача наружу не сильно так этого зона телек в принципе бесконечного размера большой можно ставить расположение таково чтобы до телевизора было приемлемое расстояние если сделать больше то телевизора надо еще больше покупать это очень комфортное расстояние плюс вид еще и стиль и с дивана можно смотреть в бок и вдоль и в эту часть участка сейчас покажу как то есть и туда просматривается такое расположение позволило восстановить лишнее место и отдать ее прихожей которая вполне комфортно получилось 3 метровый шкаф практически в прихожей и с этой стороны обувница тире полка то есть ее можно делать ниже например 400 и 500 саму вот таким образом это обувница вниз ставится грязная обувь сверху уже сухая туда в откидных ящиках пуфик то есть и входная дверь входная дверь тоже 24 метра такой маленький коридор но на зонирование делает отлично вот так выглядит общая общий вид коридор зонирования создает дальше технический узел и санузел сделан в одном месте для того чтобы не были помещения с клубами в таком небольшом пространстве так вот стиральная сушильная машина на плане который я прислал видно что там к чему сейчас удалю шкаф потом его заново поставлю чтобы видно было наверно вот стиральная сушильная машина над ней бойлер опять низко так ну в общем бойлер на нужную высоту поднять понятно что встанет вот там все помещается в этом шкафу он сделан такой одним пространством можно стиральную машину открытыми сделать но лучше все-таки закрыть инсталляцию лучше встроить в саму стену 150 миллиметров из нее выборов далее вот это окно но как у сереги мишка увидели она на 600 проем то есть само окно на 500 на 540 для того чтобы во время открытия до ванны не доставала сама створка при полном открытии но в целом ее открывать на на откидной режим лучше всего почему до пола потому что опять же фасадная часть чтобы сделать красивый и все равно отдельную стоящую ванну сюда нужно будет поставить отдельная стоящая ванна в данном случае отлично подходит в ней полежать а рядом все потому что по ней вот здесь умывальник это все понятно при входе сразу умывальник и прямо проходишь туалет очень удобно ну и самое главное душевая с уклоном сразу от ванны и туда трапу здесь ставится в самом конце с торца в длину чтобы принимать душ таким образом пространство лежу в ванне кажется много вот ну и если бы я разделил техническую зону на с душем и ванны было бы трата время трата места на стену далее заходим в основную спальню здесь такое же узкое окно 333 40 шкаф или 330 от много вещей сюда по месяц на все сезоны матрас метр шестьдесят сама кровать метр семьдесят вот так она в эту комнату в входит панорамные окна метр шестьдесят окно поставил я здесь можно столик чуть увеличить для макияжа здесь зеркало повесить хоть в полный рост ну от пол до потолка узенькое такое и в него смотреться здесь зеркало а здесь светильник сбоку как я обычно на ремонтах делаю вот ну можно просто овальная повесить или еще какой-то телек ну его не обязательно вешать в принципе тумбочки больше смотреть здесь не на что так другая комната вот дверь у нее другая комната здесь у нас такая более учебная зона для ребенка не ребенка компьютерный стол так скажем кабинет диван раскладывается сюда или вообще просто подушки убираются из и спишь неразложенном виде раскладывается опять же и лежишь головой сюда наблюдаешь и в это окно здесь проветривание осуществляется здесь всякий компьютер можно поставить внутрь шкафа принтер чтобы на столе была чистота здесь под ручки под письменные принадлежности и шкаф с этого торца он в прихожей выходит тоже 2,8 метра вот по конструктиву крыша здесь не надо сейчас покажу по конструктиву конек крыша идет не по линии несущих стен не несущих но они все несущие не по линии стен поэтому здесь формируется упор сюда в некто где нет упора например вот здесь здесь увеличить усиленная балка осуществляется таким образом но здесь соответственно на стену упирается коньковая балка коньковый брус вот и здесь на стену по большому счету и коньковый брус примерно 200 на 100 достаточно чтобы это все преодолеть все эти нагрузки крыша небольшая свеса я сделал 600 потому что не нужны здесь большие свеса они только затемнять пространство будут по плану что тут так выглядит санузел все эти устройства здесь поуже окно чтобы она ни за что не сделал здесь пошире и она фасад интереснее делает вот эти два глухих здесь еще одно узкое окно такой же одинаковые как спальня дверь такой вот здесь такой же как и здесь ну и раздвижная система камин телек диван два с половиной метра забыл уточнить вот 2,8 метра шкаф и здесь шкаф 2,8 метра все разводки все коллекторные группы здесь все мокрые мокрая зона сформирована вокруг этого участка то есть канализация отсюда здесь вывод то есть вывод основной канализации осуществляется здесь и к нему ну и можно дополнительно еще сделать здесь и к нему прогоняются все отводы по утеплите внутри утеплителя и стяжки то есть там 20 сантиметров есть на то чтобы сделать из трапа отвести воду из ванной сюда отсюда сюда то есть воду внутри утеплителя и стяжки канализацию также все коммуникации внутри стяжки формируется вот но главное что узел один грязный такой мокрый это вот этот все остальные места без всяких подключений коммуникации очень удобно так все по крыше как по конструктиву крыш объяснил по фасаду но лучше конечно кирпич лучше кирпич то что двухскатная крыша объясню потому что если сделать этот четырехскатку у этого дома получается но фасад некрасиво из-за этого окна и невозможно будет из-за линии свеса сделать вот такую штуку а вот двухскатки можно ну и крыша попроще будет попроще и да и перекладки какой-то в данном случае перерасход кирпича не особо большой на этот конек так что им можно пренебречь так все а